Продолжаем проходить задание Легенд Тигнари. Третья часть его истории. Кстати, почему это не пещера? Это странно. Источник загрязнения. На этом мы остановились в прошлой серии, и в этот раз, точнее сейчас, мы и продолжим. Ах, вот оно что! Как неожиданно все-таки. Так, ладненько, ладненько. Оставляем такую пачку, я думаю, ничего страшного. Увы, это будет интересно, если это подземка. Не ожидал я, конечно, такое увидеть. Ой! Не-не-не-не, Тигнари, конечно! А ну-ка. Так, секунду, что мне нужно делать? Что он умеет все? А-а-а-а. Сколько же здесь механических мостов? Наверное, это их логово. О-о-о, незаметно пройти не получится, остается одно. Скорее с ними справиться. Так, а что если я сделаю вот таким вот образом, да? И потом переключись на... Чуть на Тигнари! Смотрите, кстати, отлично сражается. О-о-о! Ну, так-то, Елань, мне кажется, больше дамага наносила бы, ну ладно. О! Хо-хо-хо-хо! Ладно, не знаю, но это смотрится очень эпично, согласитесь. Прикольно. Так, ладно, поехали дальше. Здесь сундуки будут спрятаны, поэтому нужно будет очень внимательным быть. Кстати, какие-то тут детали везде валяются. А-а-а, нет, туда даже зайти нельзя. Ладно, поехали дальше. Вау! 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 Вот они, технологии. Посмотрите, какая красота. Что это? О, что-то мне нехорошо. Отсюда и вытекает наружу энергия артерии. Это устройство без остановки выкачивает энергии из артерии земли. И почему же человек, создавший эту установку, не подумал о последствиях? Постоянная помеха в токе энергии не позволяет артериям земли восстановиться. Кошмар-то какой, надо скорее ее отключить. Давайте взглянуть-ка, ну-ка, ну-ка, не вижу ни одной кнопочки, а голова кружится. Находится здесь, находиться здесь все равно, что стоять под подоком энергии из артерии земли. Это может нанести необратимый вред организму. Мартиплей, давай, вы, спаймон, пока отступите в безопасное место, а я выясню, как отключить устройство. Но артерии земли и тебе ведь могут навредить. Мы никуда не пойдем, нельзя оставлять тебя здесь одного. Ладно, будем искать вместе. Пульт управления нигде не видно, значит, здесь должен быть потайной ход. Нашел! Эээ, ну, класс. А ты что знаешь, где по... Ух ты, потайной ход, это подождите. Это неожиданно было. О, вот они и сундуки, кстати. Я не знаю, было кто автокомнате, интересно. Начинается, вот как всегда, знаете. Так, ладно, забрали. В той комнате, по-моему, так и ничего не осталось. Хотя мы, кстати, здесь даже и не бегали. Давайте я просто посмотрю. Прикольная штуковина, конечно. Может быть, тут есть... А, мы оттуда пришли, и все понятно. Ой, туда можно еще пройти, кстати. А, это... Ладно, все. Миру свои слова обратно, заблудился. Но, естественно, такая локация, такое место. А как это сделать? Подождите, я хочу пройти туда. Ладно, может быть, позже это можно будет сделать. Ой, это еще что? Появляется только если наступить. Да нифига, мне кажется, что можно пройти туда только сейчас. Алло. Это какая-то волшебная штуковина, но туда... Ну, там нет сундуков. Ладно, ладно, допустим, что это потом можно будет туда зайти. Ух ты, ё. Неожиданно. Скорее, здесь кто-то есть. Это ты выкачиваешь энергию из артерии? А ну, живо отключай свое устройство. Что, молчишь, стыдно стало? Он в 3D-очках там отдыхает. Тело уже остыло. А, прошу прощения. Кожа да кости. Под глазами темные круги. И, скорее всего, он страдал от длительного истощения и усталости. Однажды потерял сознание и уже не очнулся. Что же здесь случилось? А, это хозяин его. А, чуть не забыл про тебя. Вот это последнее. Ну, это действительно последнее, друг мой. Что он делает? Ну, не знаю. Судя по всему, здесь была лаборатория. А дальше должен быть архив лабораторных материалов. В архиве наверняка найдутся какие-то подсказки. Давайте посмотрим, вдруг это поможет выяснить, что здесь случилось. Да. Соберите материалы. Так-с. Так-с. Но здесь ничего не активное. О, можно сесть на стул. Прекрасно. Окей. Подождите. Ну, здесь еще проходов, наверное, куча остальных, да? Ну, например, туда можно пойти. Нифига туда не зайти. Вот не делайте то, что я сделал только что. А можно отсюда выбраться теперь? Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Игра не думала, что я туда захочу выбраться. Он даже не цепляется. Ладно, есть у меня альтернативный вариант. Вот что бы делал бы я, если мне было бы Кадзухи. О, сколько здесь места. Дай посмотреть на это. Это место так хорошо замаскировано. Идеальное естественное укрытие. Трубы уходят дальше. Давайте осмотримся, что там. Что-нибудь нашли? Кипы лабораторных журналов. Но нет времени все рассматривать. Зато я нашел пленку с записью эксперимента. Но если верить номеру, запись была сделана два года назад. Пленка с записью? Да, когда-то в Доршане с Панатомадо изготовили специальное устройство для записи экспериментов на пленку. Но устройство это было довольно дорогое, к тому же работало со сбоями. Поэтому его использовали довольно ограниченно, только в некоторых лабораториях. Давайте скорее посмотрим. Подождите, я посмотрю, как оно включается. Так, кажется, готово. Пленка, установленная на экране проектора, появляются записи. Карката, карката. Только я отвернулся, а ты опять куда-то сбежал. Ох, вот как надо его зовут. Вот ты где. Скорее беги сюда, это наш новый дом. Здесь Абатуи, Абатуим сможет развернуться, и эти стариканы из Академии поймут, как были неправы. О? А ты тоже? Ну, Каркана, Карката. Ты хоть знаешь, чем мы будем заниматься? Ха-ха, да, откуда тебе знать-то. Слушай меня внимательно, Карката. Здесь, при помощи совершенно новых технологий, я создам механическую форму жизни, которую можно будет запустить в массовое производство. Электрический ток, подобно крови, будет течь по механическим органам. Отлитые из стали сердца будут бесперебойно биться, и мозг, собранный из множества деталей, может, будет мыслить совсем как мой. Руины дали мне знак, но Академия наложила запрет на исследование. Надеюсь, здесь я смогу начать все сначала. Вы сможете понимать человеческую речь, будете жить бок о бок с людьми, не как скучные механизмы, а как самые настоящие живые существа. А? Да ничего не поймешь ты, однажды ты все-таки поймешь. Короче, на этом месте запись обрывается. Мы сейчас будем искать эти, видимо, отрывки все. Карката, это наш механический краб. И еще этот ученый по имени Абатуи. Он явно хотел что-то доказать Академии. Запрещенные исследования. Я вспомнил о одного из моих младших товарищей из Бали Абатуи. Он проводил исследования механических форм жизни из-за его. Это его изгнали из Академии. Младший товарищ? Да, что? Да ничего, просто этот Абатуи выглядит намного старше, чем ты. Но старшинство в науке определяется не возрастом. Я ранее окончил курс, поэтому все, кто поступил в Академию позже меня, называли меня старшим товарищем. Вот оно что. Конечно, иногда возраст и правда становился проблемой. Одно время я чувствовал себя каким-то диковинным зверьком, с которым все хотят сфотографироваться. Эх, не важно. Давайте посмотрим, вдруг здесь найдутся и другие пленки. Ну, мы, походу, узнаем сейчас всю историю его жизни и исследований и так далее. Короче, здесь, в принципе, делать-то особо нечего, да? А, это что, у нас такой секрет какой-нибудь? Ну, давайте попробуем. Опа. А мы не сможем пока что туда попасть? Да, пока что не можем туда попасть, окей. Смотрите, смотрите, Пайма нашла еще одну пленку. И тут написано дата. Ну-ка, запись сделана полгода назад. Много времени прошло, интересно, а что у них успело случиться? Пленка, установленная, и на экране проектора появляются кадры. Надо же, у тебя тоже случаются поломки из-за операционных ошибок. Видно, сварить кофе для тебя пока слишком трудная задача, или я... Или это я задал мне верные параметры? Ага, ну вот, готово. В клешни попала вода, случилось короткое замыкание, поэтому туда перестал поступать сигнал от мозга. Ладно, ты ведь все равно меня не понимаешь. Ничего, я заменил сломанные детали, теперь все должно быть в порядке. Подвигайся немного, ну-ка, ничего не мешает. А в следующий раз будь осторожней, мы сейчас очень стеснены в средствах, а запасных деталей и энергии для заряда осталось совсем мало. Я рад, знаешь, Карката, вчера мне приснилось, что ты научился разговаривать. Эти умники из Академии твердят, что механический интеллект всего лишь продолжение статистических расчетов. Если бы они увидели, как мы с тобой болтаем глазам, бы они бы не поверили. Жаль, это был всего лишь сон, в реальности ты настолько примитивен, что ни о каких разговорах не может быть и речи. Вряд ли ты даже заметишь, если однажды я умру. Ладно, пора подумать, где в следующем месяце брать питание для заряда. На этом месте запись обрывается. После ухода из Академии от Абатуи не было никаких вестей. Я думал, что он разочаровался в изучении механической жизни, а оказалось, все это время он скрывался здесь и продолжал свои опыты. Вроде он не злой, но вот Каркату починил. Почему же он устроил утечку артерии земли? Кажется, он говорил, что питание для заряда нужно. Да, и давайте поищем другие пленки. Ну, кстати, тут это логично, да? Логично. Судя по номеру, следующая пленка должна быть здесь. Почерк очень неровный, видимо, на строении Абатуи произошли какие-то перемены. Тут есть еще одна пленка, на которой не указана дата, и лежит она не на своем месте. На Абатуи это не похоже. Может, ее положил туда Карката? Неизвестно. Итак, эти две последние пленки, давайте посмотрим. Пленка установлена, и как вы думаете, что происходит? Хм, прости, Карката, я задумался. Пожалуй, сегодня у меня особенный день. Во время последних опытов мне удалось установить вам инстинкт жизни. При нехватке заряда или поломке деталей, первой в приоритете станет команда самосохранения. Следуя ей, вы будете сами отправляться на зарядку или заменять себе поврежденные детали. Это очень опасно. Но сегодня я сделал кое-что еще опаснее. Я запустил работу экстрактора энергии третьего поколения, чтобы отныне вы могли подпитываться энергией от артерии земли. Для исследования механических форм жизни требуется мощный источник питания, и даже если экономить на всем необходимом, средств на него не хватит. И сам я тоже устаю, Карката. Я уже не знаю, зачем продолжаю все эти опыты. Они говорят, что даже если научить машину имитировать работу органов живого существа, она все равно останется бесчувственным инструментом. Я хотел доказать, что они ошибаются. Хотел сотворить из вас настоящие формы жизни, которые умеют слушать и говорить. О, да. В моих словах нет ничего веселого, Карката. Модули. Языка, модули эмоций, модули движений. Я попробовал снова и снова, и я приложил все свои усилия, умения, чтобы разнообразить и усовершенствовать ваши функции, но результата как не было, так и нет. Ты моя самая улучшенная разработка. Но даже ты не понимаешь, что я говорю. Просто выдаешь ограниченный набор реакции в соответствии с заданными настройками или ключевыми словами. Карката, как бы мне хотелось, чтобы ты со мной поговорил. Скажи хоть слово. Да. Ты не понимаешь и не можешь ответить. Ладно, на днях я продам неудавшиеся экстракторы и на вырученные деньги продолжу свои эксперименты. Надо двигаться дальше, другого выбора нет. На этом месте запись опервается, Дигнари устанавливает проектор следующий. О, это что-то новенькое. Если поставить сюда два дополнительных блока управления для имитации Таламуса, или Таламуса. Ох, сердце шалит. Как не вовремя. Да не надо было экономить на лекарствах. Карката, помоги-ка. Странно. Какая-то слабость. Плохо дело, нужно отключить экстракторы. Отключи их. С неограниченным зарядом механизмы выйдут из-под контроля. О, да, я ведь загружал в тебя команду отключить экстрактор, поэтому ты и не понимаешь. Выходит, ученые из Академии были правы. Механическая жизнь несет с собой одну опасность. И какой был смысл в моих исследованиях? Прости, Карката. Я так и не смог сделать себя по-настоящему живым. На этом месте последняя запись обрывается. Ну вот оно что. Значит, утечка артерии земли произошла случайно. После смерти Абатуи, механические монстры, подчиняясь своим инстинктам, стали бесконтрольно поглощать энергию из экстракторов, что привело к серьезному повреждению артерии земли. А Карката? Да, почему Карката-то не превратился в монстр, как и остальные образцы-то? Да потому что Карката кое-чем от них отличается. Сосходство с настоящими живыми организмами способны смеяться, плакать, самостоятельно мыслить. Абатуи был уверен, что без этих функций механизм нельзя считать по-настоящему живым. Или что Академия признает его исследование при условии, что он создаст механизм, наделенный всеми этими функциями. Но если бы он остыл и посмотрел на Каркату как на друга, а не как на опытный образец, он бы заметил кое-что важное. Карката в самом деле не умеет говорить, но он заботился об Абатуи. Абатуи. Больше, чем он на самом деле о себе. А что это значит? Скоро вы сами все поймете, но пока у нас есть задача поважнее. Нужно отыскать пульт управления, экстракторами, артерии земли и отключить их. Так, у нас тут куча еще потайных комнат, куда мы еще не попадали, а можно сначала их посмотреть? Мы же отсюда потом случайно выйдем, и потом это будет все, капец. Я просто хочу еще вернуться на то место, где мы были, вы помните? Я хочу проверить. Так, это Карката здесь, он в принципе как бы... Ну, там ничего нету. Как мне открыть вот эту дверь? Объясните мне, пожалуйста. Ну, это же безумство какое-то. И там есть какой-то проход. А может быть это выход? И чтобы сюда быстро вернуться? Шорткат такой небольшой? Ладно, я надеюсь, что там нет какие-то сундуков, и просто проверим. Давайте. Точнее, пойдем дальше, а там уже будет видно. Боюсь просто потерять. Потерять хоть что-нибудь. О! Прикольно. Кстати, я бы его не заметил бы, заметьте. Так. Опа! Волшебство-то. Какое. Идем дальше. Опять этот прозрачный пол, прямо лабиринт какой-то. Ну, видимо, надо туда идти, надо, да? А, это мост. Это лифт? А. Подождите. А, там выше можно идти. Да фига я, если бы я не видел бы это. Так-то можно и упасть, на самом деле, с этого. О! Погодите, там есть еще проход. А, ну-ка, стоять. Или это два? Ладно. Надо было проверить со мной. Ой. Что это за штуковины такие? Не сюда, извините. Под нами самая последняя комната. Пульт управления должен быть там. Но дальше дороги нет. Попробуем спрыгнуть. Эм. Ну, ладно. А, вон, видите? Это что-то. Погодите. Мы и так не договаривались. А, именно ситуация, да, согласись. Окей. Какая неожиданность глина. Так, ладно. Я вам покажу на что способна Елани, если она под своим бафом. Ладно, давайте лучше все-таки не будем это делать. Хочу посмотреть на Тигнари, на что он способен. Ну, смотрите, ну, на самом деле, не такой уж сильный урон. Ну, на самом деле, он, по-моему, а, он 90-го уровня. Так, окей. А если бомбы тебя закидаю? Ладно. Все? Наверное, это и есть пульт управления. Ну, выглядит эпично. Мы отключим его, и экстрактор должны быть остановлены. А после устранения внешней силы, разрушившей отель из земли, ток энергии по ним постепенно восстановится. Уверен, уверен, вас больше волнует, чем сейчас занят карката. Давайте вернемся и посмотрим. И, по идее, мы должны это сделать через шурпкат, который, кстати... Подождите, ну, должен быть сундук здесь где-нибудь. Нету сундука. Вообще нигде нету. Ну, нет, так нет. А вот сундук. Я же говорил, это шурпкат. Все, короче, ладно, у меня хоть... Опа. Это действительно грустно. Это все детали он, получается, приносил ему, а не себе. И... Так. обалдеть вот это поворот ребят так значит карката все это время собирал детали потому что хотел починить своего хозяина карката не способен понять что такое смерть но скорее всего он запомнил что в его механизме тоже случились поломки и тогда батуи проводил ремонт заменяя некоторые детали карката действительно не способен мыслить и он многого не понимает но может повторять некоторые действия как ребенок повторяется взрослым вот зачем он похищал торговцев механические детали но все старания были напрасны починить хозяина так и не удалось да но самое главное что в его мозгу появилась идея надо починить аббатуи никто не знает как сложилась эта идея но она оказалась сильнее чем инстинкты запрограммированные аббатуи если наши предположения верны это исследование действительно способно потрясти академию некоторые древние технологии позволяли сделать что-то подобное но еще ни одному человеку не удавалось создать механическую жизнь опираясь на достижение современной науки карката карката слышишь сигнари тебя похвалил он не отвечает он отключился все это время как карката не восполняла заряд и не менял изношенные детали чудо что он продержался так долго пойду проверил выключи выключились ли экстракторы идите за мной оставим их ненадолго вдвоем слушайте эпично а прям реально даже какое-то переживание вот и груз какая-то до наполнилась стопы я понимаю мы двойники с тобой экстракторы артерии земли отключены в воздухе сохраняется высокая концентрация энергии артерии земли но источники утечки устранен остальную работу можно поручить своим очистным устройствам еще нужно как можно скорее оказать помощь больным пострадавшим от утечки да мы повесим на доске объявления об опасности загрязненной зоны чтобы все пострадавшие обращались за помощью к колее а карката закон академии предписывают чтобы мы забрали отсюда все что касается исследований все записи посвященные изучению механических форм жизни будут уничтожены каркату демонтируют и отправят в закрытый архив но так нельзя вам пора возвращаться я здесь обо всем позабочить хотя утечка артерии земли устранена воздухе сохраняется слишком высокой концентрации энергии вам небезопасно здесь оставаться но но ты ладно но макси play ночью толком не спала здесь столько документации нужно время чтобы все собрать вы что-нибудь смыслите в этих экспериментах если нет от вас не будет никакого толка сообщите в гильдии искателей приключений что задачи выполнено а потом как следует выспитесь обо всем остальном поговорим завтра а тигнария отметил на карте пердис дхай место видимо где надо было что-то сделать а да и не рассказывайте никому про аббатуи чем меньше людей знает о его исследованиях тем лучше ладно макси play пойдем катерине испытание завершено конечно но как-то грустно да все равно ладно давайте заберем нашу награду если мне позволит это сделать вообще уйдем отсюда ну давайте я думаю что это будет принципе а конечная часть конечно часть она будет длиться буквально нет смысла отдельную серию снимать я думаю тут просто какие-то диалоги будут и единственные да и все в общем загрязненная зона появилась из-за все в порядке вот оно что спасибо когда останки энергии из артерии рассеются сделаем объявление что лес больше не опасен вот ваша награда как мы договаривались вы выходите из гильдии искать и приключения поймала будет вас укромными селька карката его придется сдать в академию он так сломан но все равно пойман как-то не по себе от мысли что скоро его разберут на части мне тоже а давай тогда завтра пойдем тигнари и попросим его не избавляться от каркаты она хочется пройти прямо сейчас но тигнари сказал обо всем остальном поговорим завтра если я пойти сейчас он только еще больше разозлиться похоже на то тогда решено завтра пойдем в тигнари и упроем упросим его не демонтировать каркату она увидите дождитесь следующего утра с 8 до 12 время да обидно конечно было бы все таки хотя в любом случае мы с ним дальнейшем никак не пересечемся оба эти ребята все сделают йо ну что выспались пара эти тигнари как бы не надо подумать подождите а не смотрит на меня смотрите кто это такие то думаю потом надо будет прогуляться простите что напоминаю ваш план путешествия да знаю я все понимаю просто хочу купить пару декоми диковинок пройдемся со мной по магазинам я заплачу тебя как сопровождать понятно это просто обычный разговор я-то думал они начали подумать и ладно я думал здесь какая-то секретка есть чё себе вам поехали так ну а пардис отдыхай и там надо будет встретиться сигнари я думаю что на этом задание легенд с ним завершится но просто не поговорив как бы тоже непонятно было бы сигнали дафная сиреневая семейство волчайковой народу дафны обладает сильным противосудорожным действием может использоваться в порошках для анестезии согласно двум группам экспериментальных данных крайне токсично для рыб не отвлекайся записывай ух ты я так и знал так и знал как а то я ведь спросил потише растение шума не шума не боятся зато у меня в ушах звенит от ваших криков и что не стал его демонтировать а зачем не будем делать а ну ты ведь сам говорил закон академии предписывают так вот почему вы заявились сюда в такую ранее да я сам виноват плохо объяснил я имел ввиду что закон академии предписывают уничтожить все результаты исследования механических жизни поэтому нельзя чтобы академия стала известна о лабораториях абатуи значит и остался там чтобы сначала я отремонтировал каркату в академии я проходил в культа тип даршане не думал что однажды эти знания пригодятся потом потом мы вместе похоронили абатуи часть лабораторных материалов я оставил себе на память все остальное сжег а пепел закопал чтобы уничтожить улики я все равно не состою в академии почему я должен подчиняться ее законам наоборот я страшил леса виде значит обязан оберегать жизнь всех лесных обитателей но любая жизнь имеет смысл а карката не исключение он уже существует значит нельзя его просто так выбрасывать и уничтожать вот и отличненько погоди ты сейчас сказал любая жизнь значит ты признаешь что карката самое настоящее живое существо я просто не исключаю такой вероятности иначе трудно объяснить почему он решил подчинить абатуи но абатуи почти не сос не оставил журналов записями экспериментов никто не знает сколько команду на самом деле задал каркате может такое поведение стало следствием конфликта между разными командами строго говоря мы не можем заключить что карката самое настоящее живое существо но пока остается такая вероятность не предпочитаю я предпочитаю в нее верить кстати скажу что исследование механической жизни мне не очень интересно я оставил каркату потому что здесь он будет в безопасности но теперь вижу что из него выходит неплохой ассистент по крайней мере я могу доверить ему вести записи что скажешь но видимо он согласен но вот оно прекрасно у но получается задание до легенд мы завершили это прекрасно ребят ну из чистой совестью хочу сказать вам ребята красная кнопочка под видео мы обязательно подписываемся пишем комментарии своим лайк нажимаем на колокольчик и смотрите мои видео до конца без приматки для меня это очень важно и увидимся в следующей серии у это было офигенно круто да согласитесь пока пока